Сейчас прогреется лампой. Сначала было коллекционирование, собирательство. И когда накопилось, я этим занимаюсь уже более 25 лет, когда накопилось огромное количество материалов, экспонатов в моей коллекции, я понял, что это надо показывать. Добрый день, Сергей. Вы попали в адрес, ну, вы знаете, Пастера 44. Здесь собралась коллекция практически всего 20-го столетия, 20-го века. Различные предметы, интерьера, быта. И вот такой прибор, он закрывался, и так за веревочкой вот точит лезвие, видишь? А, это фен? Это фен, это простой фен, сушили волосы. Вот такой, допустим, машинкой стриглись. Кабрилик, какой-то там, как правило, полубокс. Вот и спросил за радиоточки. Вот какие они были. Здесь такая небольшая коллекция из 60 штук радиоточек. Так вроде я их посчитал, думаю, неужели столько много. Вот этот рукор из Делфи знаменитый, который у нас стоял, это оттуда мне подарили. Его же на утилизацию забрали, поработать. Эй, там Михаил! На боке! Что-то привезено, что-то как-то передавалось, где-то терялось, автобусы, проводники. Ну, когда она уже попадала сюда и занимала свое место, конечно, было приятно. Граммофоны восстанавливались, доставались запчасти, искались по всему миру. Достаточно трудоемкие процессы. Когда ты ему даешь вторую молодость, он заиграл, конечно, получаешь от этого какое-то удовольствие и наслаждение, и понимаешь, к чему ты стремился. Ну, похоже на... Раскладывается, наверное. Нет, он еще не раскладывается. То есть сюда что-то складываю. Ну, не будем долго гадать. Это такой сумка-чемодан для рыбы. Когда пошел уже улов, он сюда складывал бочки, периодически мог окунать, чтобы они как бы сохранялись подольше. Меня в целом впечатляет именно количество деталей, которые здесь представлены. И то, что это прям другая вселенная, другая эпоха. В том плане, что так много механических деталей, которые упрощают жизнь, и с другой стороны, они вообще не похожи на то, что можно встретить сегодня в обиходе. Как раньше люди жили без электронных приборов, но много механики было, которое заменяло. Дистанционный пульт для проигрывателей тоже. То есть в целом много неожиданных вещей, которые как бы развлекали людей, но вообще из другой эпохи. Мне кажется, люди тогда не могли представить жизнь себе иначе и других правителей. Поэтому это важная часть в музеях, да, показать, насколько другое было представление о труде, о власти. Я посетил практически каждый музей города, но нигде так много нет деталей с большой историей о прошлом. Я бы хотел ходить сюда с друзьями и просто погрузиться в эту эпоху, услышать новые истории. Он должен прыгать, ну, о, смотри, называется «Зайчик с метаврами».